«Природные сокровища Тундры» – сборник материалов научно-исследовательских работ учителей, учащихся школ и студентов Ненинского округа, участвовавших в одноимённом конкурсе с 2010 по 2017 годы, презентовали в Окружном краеведческом музее. Составители сборника – Нина Николаева и Анна Булатова. Подробности в материале выпуска. Идея собрать лучшие научно-исследовательские проекты участников конкурса «Природные сокровища Тундры» появилась ещё в 2010 году. Вместе с первыми победителями и призёрами проекта с каждым годом конкурс набирал всё большую популярность. В нём принимали участие не только обучающиеся на рьянмарских учебных заведениях, но и школьники из сёл Несь и Нижняя Пёша, посёлков Искатели, Амдрама, Шойна, Индика, Каратайка, Харивер и Харута, деревень Хангурей и Антик. Они рассказывали про уникальные и ранее неизвестные места. Вот такая работа, например, как «Бастьянский конь», меня вообще она поразила, как говорят, весь «Троянский конь», где сыграл большую роль этот исторический факт. Но я думаю, наш «Бастьянский конь» тоже сыграет, находится около Виски, это уникальное место, тоже впоследствии может сыграть большую историческую значимость для нашего округа, как уникальные объекты именно с точки зрения экологической и культурной. Кроме того, в сборник вошли графические материалы, такие как эскизы эмблем природоохранных заказников, большой объём ботанического материала, особо охраняемых территорий и многое другое. Основной целью конкурса было создание условий для формирования у подрастающего поколения экологического сознания и бережного отношения к природе. Ещё раз хотел бы отметить, это всё познавательно, для чего это для меня принято, что всё-таки мы береги нашу природу, у нас очень хрустное, подрастающее поколение, прочитав этот сборник, всё-таки поймёт, где у нас, какие у нас красивые места. Мы ещё раз бережём нашу природу. Подготовка и систематизация материалов, вошедших в сборник, началась в 2018 году. Издание книги было осуществлено в рамках государственной программы Ненецкого округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». Трудности были, наверное, связаны с научной редакцией, потому что стиль изложения работа, естественно, отличался, потому что и подготовленность детей была разная. И нам необходимо было выровнять вот эти, вот сам стиль изложения, чтобы он был научным, чтобы он был более лаконичным, без особой эмоциональности. Сборник «Природные сокровища Тундры» вышел небольшим тиражом, всего 144 экземпляра. В первую очередь издание будет распределено по библиотекам округа, свой экземпляр получат участники и научные руководители конкурса, чьи работы вошли в книгу. Все эти работы будут полезны не только потенциальным участникам конкурса, а он продолжается, но и путешественникам, исследователям, природоохранным организациям. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».